Ко всероссийскому дню студента на ледовом катке в Симферополе состояло соревнование на льду. 12 команд из разных вузов полуострова сражались за кубок лидера. Он стал главным призом. Оценивали участников соревнований по пяти критериям. Скорость, сила, умение держать баланс, меткость и интеллект. Собираем комитеты спортивные для того, чтобы как-то организовывать ребята. Проводим какие-то состязания увлекательные, чтобы было интересно студентам. Как говорят, миром правит спорт. Молодежь более привлекает к спорту. Занятия спортом, мне кажется, это очень важно сейчас, чтобы молодежь отрывалась от социальных сетей, выходила, принимала участие в таких подобных мероприятиях. Побольше было бы таких мероприятий, и будет все классно. Молодежь – это, скажем так, основная сила, которая сейчас несет свои какие-то новые идеи, новые знания. Вот, основная двигающая сила. И как бы нас важно привлекать, скажем так, завлекать такими интересными мероприятиями, потому что каток – это, в принципе, для молодежи развлечение. Масштабный турнир студенческих игр «Кубок лидера» организован общественным движением «Путин Тим». Оно создано для поддержки кандидатуры в президента Российской Федерации Владимира Путина. На сегодняшний день в Республике Крым спорт успешно развивается, и все благодаря господдержке, которая стала выделяться только в российском Крыму. Сравнивать Россию и Украину – это как небо и земля. Поэтому я и там был, и в той ситуации, и в этой ситуации. Гораздо лучше относятся к спортсменам – это Россия.